Жажда личной наживы — система мировоззрения многих представителей человечества. Сами по себе финансовые активы не несут негативной окраски, а вот способы их накопления и применения могут быть весьма нелицеприятны. В 21 веке мы неожиданно столкнулись с парадоксом. На небе светит солнце, атмосфера освежает ветрами, полные до краев океаны мирно плещутся в своих глубоких котлованах. Но при этом человечество продолжает загрязнять планету и воздух вредными производственными выбросами, осознавая, что из названных источников вполне реально добывать без дну чистой и безопасной энергии. Почему люди действуют настолько нелогично? Ответить на этот вопрос способен каждый школьник. Истина кроется во фразе, с которой начинается данный ролик. Миром правит жажда наживы, а не здравый смысл и продумывание ближайших и долгосрочных перспектив. Толстосумы, владеющие угольными, газовыми и нефтяными компаниями, не только не собираются закрывать вредные производственные мощности, беспрестанно наращивая их, но и пытаются помешать любой идее, несущей опасность сверхприбыльному бизнесу. От праведного гнева перейдем к фактам, подтвержденным многолетними научными исследованиями. Для скептиков сразу оговоримся. Глобальное потепление не миф и не очередная страшилка вечно паникующих СМИ. К сожалению, это реальный и пугающий факт. Тому есть немало доказательств, особенно если проследить за развитием климата в динамике, как это делают ученые. Начинайте загибать пальцы. Первое. Концентрация диоксида углерода в атмосфере. Попросту говоря, это углекислый газ, уровень которого за 650 тысяч лет с 300 частей на миллион метров кубических повысился до 400. В ближайшие 50 лет концентрация СО2 увеличится вдвое, что неизбежно спровоцирует значительное увеличение температурных показателей, вызвав парниковый эффект. Чтобы понять, к чему это может привести, достаточно взглянуть на нашу соседку – Венеру. Второе. Повышение температуры Мирового океана. За последние три десятилетия температура Мирового океана поднялась на 0,3 градуса по Цельсию. Мелочь, возразите вы? Ни в коем случае. Даже мизерное увеличение этого показателя делает бури и ураганы в буквальном смысле предвестниками смерти. И уже сейчас мы ощущаем это на себе. В конце 20 века ураган Митч отнял жизни у 11 тысяч человек, оставив без крова 3 миллиона несчастных. В начале нашего столетия Катрина, Айк и Сэнди также принесли миллиардные убытки и тотальное разрушение. Но всех обогнал филиппинский супертайфун Йоланда. Скорость ветра этого адского смерча доходила до 389 километров в час, а страшной сжатвой катаклизма стали 8 тысяч погибших и 11 миллионов жителей, в одну секунду ставших бездомными. Третье. Исчезновение арктических и антарктических льдов. Они тают с возрастающей силой. Не более 45 лет назад тундра Аляски пребывала в замерзшем состоянии 225 дней в году. Теперь только 70. Это настораживающие цифры, особенно если учесть еще один факт. Льдов Арктики стало на 40% меньше. Ученые утверждают, что спустя 70 лет замороженных глыб на севере не останется вовсе. Та же участь спустя столетия ждет и антарктические запасы. Геологи бьют тревогу. В Восточной Антарктиде началось таяние суперледников. Конец света? Неужели по-настоящему? Чем так опасен суперледник? Что отличает его от обычного ледника, кроме этой пафосной приставки «супер»? В двух словах, Восточная Антарктида, до этого считавшаяся стабильным регионом. Причиной этому является теплая вода, выталкиваемая из глубин, и сильные ветры, оккупировавшие данную локацию. Если замороженная структура растает полностью, то событие будет эквивалентно исчезновению четырех Гренландий. Результатом станет поднятие уровня Мирового океана до 30 метров. Это значит, что нашим потомкам придется приспосабливаться к сложностям жизни в условиях чудовищного наводнения или покидать собственную планету. Конечный результат весьма плачевен. Уже спустя полвека запустятся необратимые процессы, которые коснутся абсолютно всех уголков земного шара. Климат изменится до неузнаваемости, навсегда потеряв приставку «комфортный», а прибрежные территории уйдут под воду. Катастрофы планетарного масштаба удастся избежать только в случае ускоренного перехода с ископаемых источников энергии на возобновляемые. Воду, ветер, солнечные лучи. Это то, что природа подарила нам бесплатно, но мы по причине невежества и упрямства отказываемся использовать бесценный презент. Самое печальное то, что вышеуказанные катастрофические метаморфозы произойдут по одной и той же причине. Из-за чрезмерных выбросов СО2 в атмосферу. То есть, другими словами, всему виной человеческий фактор. Следовательно, выход один – действовать немедленно, изменяя концепцию добычи энергии. Вам нужны конкретные предложения? Пожалуйста. Денис Тяглин, изобретатель из Новосибирска, относительно недавно получил патент на возведение сверхэффективных, бесшумных ветроэлектростанций с вертикальной осью вращения. Технология представляет собой комплексную вертикальную конструкцию, включающую сооружение высотой от 30 до 1000 метров, в центре которых закреплена ось с лопастной системой ветрогенерации. Ветроэлектростанция нового поколения разительно отличается от современных предложений в данном секторе рынка. Электрогенерирующий небоскреб способен вырабатывать энергию на 300-400% больше от собственных нужд. Преимущества такого технического решения достигаются тщательно продуманными конструкционными нюансами. Увеличением кинетической энергии потока воздуха за счет его концентрации в центре сооружений. Эффект трубки вентури и оптимального направления воздушного потока с помощью аэродинамического щита на лопастную систему, генерирующего модуля. Снижением негативного влияния на окружающую среду за счет использования дефлектора, повышающего КПД потока воздуха. Прогрессивный ветрогенератор на сегодняшний день – наиболее эффективный вариант получения энергии из атмосферных потоков. На данном этапе развития технологий в системе ветропарков в основном используются ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения, занимающие огромные площади. Но столь масштабное применение ветряков пропеллерного типа абсолютно неоправдано, поскольку подобные установки имеют массу недостатков. Инфразвук, удаленность от города, необходимость постоянной ориентации по направлению ветра и другие. А вот проект по разработке и внедрению технологии новосибирского самородка, напротив, прогрессивное и многообещающее направление, которое привлекает все большее внимание и количество желающих поучаствовать в грандиозном преобразовании климата Земли. На базе данной разработки создано акционерное общество под названием «Энергия-2020», обладающее правами использования запатентованного технического изобретения ветроэлектростанций, способной совершить прорыв в технологии ветроэлектрогенерации. Все подробности будут по ссылке в описании. Помните главное. Участвуя и инвестируя в данный стартап, человек не только становится акционером перспективного бизнеса, он делает гораздо больше, инвестирует в будущее собственной планеты. Хаббл целиком и полностью поддерживает подобные инновационные экологические разработки. Ведь на кону стоит будущее наших потомков и Земли в целом. И, скорее всего, нам удастся преодолеть практически любые трудности, дабы построить что-то воистину великое. А что из этого получится, покажет только время. Если вам понравился данный выпуск, если вы действительно хотите стать частью чего-то нового, неизведанного, давайте соберем под этим видео 30 тысяч больших электронных лайков. И я тут же выпускаю новый мега-крутой выпуск. Ведь вселенная штука такая в любой момент может вас дать взаимностью. Поэтому не переключайтесь.